На печать этого человечка ушло 23 минуты, но его размер 3 сантиметра. С помощью 3D принтера можно распечатать даже человека в его величину. Правда, на это уйдет несколько дней. Игрушки, сувениры, предметы интерьера и даже механизм от автомобилей. Ребята из ГУЭСа все это печатают на принтере. Не на обычном, конечно, а на 3D. Для того, чтобы увидеть продукцию, не надо надевать специальные очки. Все распечатки объемные и имеют практическое применение. Эта шестеренка была снята с оконного привода. Привод управляет открыванием и закрыванием окна в нашей лаборатории. Она была повреждена. Точно так же была отсканирована эта шестеренка, была восстановлена полностью 3D-модель. Потом она была распечатана. В этой лаборатории принтеры печатают различным видом полимера и пластиком. Хотя уже распространена печать деревом, резиной, керамикой и другими материалами. Есть даже пищевые 3D-принтеры. А в Китае уже более 10 лет печатают настоящие жилые дома. Принтер, который используется для печати стен, был разработан и сделан изобретателем Май Иху. Все стены офиса в его компании и исследовательского центра напечатаны на трехмерном принтере. На постройку этого здания с общей площадью в 10 тысяч квадратных метров у него ушло около месяца. По большому счету 3D-принтер работает по технологии обычного. Только печатать что-либо отправляют не с Word или Paint, а со специальной программы. И используют не бумагу и картриджи, а растворы или так называемые бобины с биопластиком. Да, она наносится послойно, то есть при температуре порядка 200-230 градусов в экструдере. Это головка, которая печатает. Она там расплавляется и потихонечку выдавливается шаговым двигателем. Модель изделия для печати можно скачать из интернета или разработать самому. Например, инженер из ВГС распечатал себе и жене макеты обручальных колец, которые потом отдал ювелиру на доработку. То есть мы с женой выбрали дизайн, смоделировали на компьютере сами, отдали на печать, это все распечаталось, и потом получилась уже оригинальная вот такая модель. К тому же можно сфотографировать то, что у вас есть, и распечатать дубликат. По такому принципу даже делают 3D-портреты или скульптуры конкретных людей. Для этого есть специальный 3D-сканер. Он фотографирует человека или предмет со всех сторон, учитывая даже самые мелкие детали. Получившуюся в итоге голограмму отправляют на печать. Правда, процесс занимает несколько часов. 3D-принтер способен создать даже двигающиеся детали. Благодаря этому печатают роботов и транспортные средства. Вдобавок, сегодня такое оборудование используют и в медицине. Например, воспроизводят органы для пересадки и протезы. Было распечатано человеческое ухо. То есть человек потерял ухо каким-то способом и не слышал. То есть ему распечатали протез, прям он ничем не отличается от настоящего. Вживили туда, ну как-то подключили его к нервам. И оно не просто протез у него ухо появилось, он стал им слышать. По словам некоторых ученых, 3D-принтер в скором времени может заменить многие процессы. С его помощью можно создавать привычные нам предметы или продукты с наименьшими затратами. Остается только научиться новой технологией пользоваться. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.